здравствуйте дорогие наши радиослушатели наши телезрители youtube канала с вами народная волна чикаго лучшая радио на среднем западе сша и передача политинформания и ее ведущие геннадий брумер а и так сегодня мы будем говорить о китае о великом непостижимом многомиллиардном очень древней цивилизации о том что такое китай потому что все что сегодня в мире происходит в какой-то степени крутится вокруг этой великой страны и нации а и поможет нам в этом деле российский востоковед доктор исторических наук профессор в ее директора института дальнего востока российской академии наук алексей маслов алексей александрич вы с нами да я с вами алексей александрич большое спасибо что вы согласились с нами поговорить в это позднее время хотя бы мне говорили что это никогда не поздно это точно значит для заставки до для начала пару слов что собой представляет современный китай мы знаем великую китайскую стену мы знаем китайская еда мы знаем коммунистическую партию и это все в общем а что такое пару слов современный китай чтобы современный китай проще всего не рассматривать страну смотрю как суть серьезных тех границ которые нарисованы на карте и китай всегда воспроизводит сам себя неважно куда приезжают китайцы в сша ли в россии или куда то еще и самое главное кита это страна заряженная на развитие заряженная на поставление собственного достоинства экономического могущества и иногда воспринимается как агрессия на самом деле это компенсация тех обид которые были нанесены китаю еще в 19 начале 20 века и в этом плане то драйв который есть в китае наверное нет в таком объеме ни в одной другой стране и вот только с этой точки зрения и можно понимать все процессы которые сегодня идут в китае так что он попытки как говорится остановить китай упираются не в экономику не в политику а в собственно тот накал цивилизации который есть самом китае вот на днях исполнилось что лет коммунистической партии китая это в китае очень серьезно отмечалось давайте поговорим о управленческом классе о самой партии и руководители вообще насколько сильной позиции председателя си сегодня внутри партии и вообще в стране вообще надо понимать что так коммунистическая партия в китае которая есть сегодня это более 90 93 миллиона человек и это единственная успешная компартия в мире то есть та которая не просто обладает властью но таком партия который действительно сделал из страны мирового лидера или как минимум одного из мировых лидеров поэтому компартии есть чем гордиться самое главное компартия действительно поддерживается обычными людьми и она сильна не тем что она продвигает какую-то идеологию которую до этого никто не знал и обладает каким-то секретом которым никто не обладает она успешно и в известной степени любима в китае потому что она привела китай к успеху и многие например люди молодые хотят быть в компартии потому что это действительно быть в числе людей у которых есть за спиной какая-то история успеха быть в компартии хорошо престижно и это например престижно не только с точки зрения карьера это хорошо с точки зрения например получения более дешевых кредитов если у член партии вы получаете более дешевые кредиты или самое главное вообще их получаете член пубартии И действительно подчиняется определенным нормам и определенному стандарту поведения. Скромность, попытка не выпячивать свои какие-то достижения. Вот эта стилистика жизни стала модной в Китае. Потому, что хорошо быть богатым, но скромным. И говорить о том, насколько силен сам по себе Си Цзиньпин. Это понимать, что помимо того давления, которое есть на Си Цзиньпин и снизу. Потому, что масса требует успеха. Есть и давление на Си Цзиньпина сбоку. Потому, что никто не ожидал в течение долгого времени, что Си Цзиньпин задержится больше, чем на два срока. Ведь традиционно было как. Руководитель КНР сидит на своем посту два срока подряд. Два по пять лет. Десять лет. Поэтому считалось, что вот та традиция, которая заложена была Бен Сиопином, она будет предложена и при Си Цзиньпине. Два по пять и он уходит. Но оказалось, что те планы, амбициозные планы, которые ставят перед собой Компартия, которые ставят перед собой Си Цзиньпин, они выходят за рамки десятилетнего срока. Потому, что партия планирует ближайшие ее, как говорится, отчетные успехи к 35-му году, к 2035-му. Следующий период, 2049-й год, это период столетия образования КНР. Как следствие, та программа и те реформы, которые партия запланирована, выходят за рамки каких-то вот этих сроков в 10 лет, в 5 лет. И поэтому было принято принципиальное политическое решение закрепить нынешнюю политическую рениту в главе Си Цзиньпином на срок практически бесконечный. Срок, ограниченный только человеческой жизнью. Было много недовольных со стороны, но при этом все как-то молчаливо согласились с тем, что если Китай успешен, то, в общем, пускай остается. Это большой риск для лидера, потому что списывать неуспехи больше не на кого. И серьезный удар был, конечно, нанесен коронавирусом. Если бы Китай накренился реально под ударами коронавируса, я имею в виду в прошлом году, то, конечно же, бы кресло под Си Цзиньпином закачалось. Более того, было очень много слухов о том, что это на самом деле целый заговор. И горячие головы даже говорили, это, наверное, кто-то специально запланировал вот эту коронавирусную атаку внутри Китая, чтобы свалить группу Си Цзиньпина. Ну, Китай, как мы знаем, в общем, вышел довольно успешно из-за этой ситуации, по крайней мере, экономически и медицински. Китай действительно победил коронавирус, это так. И самое главное, Си Цзиньпин, наоборот, набрал очки. Его власть укрепилась. Она довольно жестко, но все-таки Си Цзиньпин не император. В том плане, что он должен считаться с местными элитами, экономическими элитами на юге Китая, в центре Китая. Он довольно гибко лавирует, и он прекрасно понимает, что ему нужна история успеха. И вот как раз сейчас очень жесткий ответ от Китая, о котором мы, может быть, сегодня поговорим, на американские требования, это во многом ответ на то, что Си Цзиньпин должен показать, что он понимает, куда вести Китай. Так что я думаю, что, в общем, как говорится, власть Си Цзиньпина как личности, она достаточно устойчивая и базируется на успехе. А что такое китайский чиновник? Можно ли его сравнить с российским чиновником, так как вы российский гражданин, вот вы можете на самом деле вот это увидеть? Вот можно об этом? Я думаю, что вообще китайский и российский чиновник, несмотря на одинаковые посты, это типологически разные люди. Во-первых, в Китае, чтобы стать чиновником, есть огромная конкуренция. Это конкуренция не с точки зрения борьбы за деньги, борьбы именно за кресло, или попытка воспользоваться своими связями, чтобы достичь этого места. По сути дела, это всегда считалось, что Китай управляет от силы 4-5% по-своему гениального населения. Вот те, кого мы называем чиновниками, это что в древности, что в современности, люди, которые понимают свою ответственность и знают рычаги власти. Традиционно и в древности, и в современности чиновников изначально готовили. То есть, вот как, например, было когда-то в Советском Союзе, человек должен продвигаться по комсомольской линии, потом по партийной линии, и становился крупным либо партийным, либо административным лидером. В Китае продвигаться по линии какой-то, это недостаточно. Людей, что в древности, опять же, что в современности, методично обучают. Есть система высших партшкол, по сути дела, это школы государственного и муниципального управления. Там сдаются жесткие экзамены. Там система, в том числе, проверяет людей и на психологическую выносливость и устойчивость, и на, опять-таки, стереотипы поведения. Вот это показная порой скромность, умение общаться с людьми. То есть, китайские чиновники – люди неординарные. Сказать, что… Бывают ли там вопросы, бывают ли среди них какие-то взяточники, коррупционеры? Конечно, бывают. И мы знаем массу таких случаев. Но Китай научился, особенно за последние 10 лет, моментально очищаться от этих людей. И вот эти массовые процессы, которые идут в Китае, а за последние годы только крупных чиновников было арестовано и отправились в тюрьму более 10 тысяч человек, это как раз показатель того, как чиновничая элита вынимает из себя, вымарывает людей, которые порочат даже не столько какое-то свое кресло, порочат скорее Китай. И в этом плане Китайский чиновник – хорошо образованный обычный человек, четко понимающий, что он служит государству. Четко понимающий, что это государство просто в прямом смысле открутит ему голову, если он будет не просто плохо выполнять свои обязанности, но будет еще и работать на себя или на свою семью. Но при этом это человек с хорошей зарплатой, с отличным государственным социальным пакетом, с обеспечением. То есть, он действительно в прямом смысле не нуждается ни в чем. Он не является миллионером, но действительно у него все проблемы решены. Самое главное – это люди, которые умеют решать проблемы. И Китай действует по отношению к ним очень жестко. Людей снимают не только за коррупцию, как раз в основном не за коррупцию, а чиновников снимают за неуспешность и неумение управлять. Вот в этом плане дружба, какие-то личные связи очень мало помогают. Поэтому мы можем проследить путь практически каждого чиновника и сказать так, что чиновник мог стать чей-то бывший охранник или друг чей-то, или просто брат сестры, как говорится. Вот такого быть не может. Потому что китайские чиновники все-таки находятся под прицелом в том числе и местного населения, которое очень негативно относится к таким вот позициям продвигать по знакомству. И почему партия на это идет, китайская компартия на это идет? Да потому что самое страшное для компартии – это потерять позитивный имидж. Самое страшное – оказаться недостойными вот этого народа. Потому что если вдруг начнется волна социального недовольства, а ведь она может начаться даже с какой-то мелочи, и это происходит в Китае, где проживает миллиард четыреста миллионов населения, мало никому не покажется. Поэтому власти обращают внимание на малейшие такие нарушения социальной справедливости и очень жестко требуют от чиновников эффективности. А вот вы сказали, что чиновники умеют решать проблемы. А во время ковида государство, правительство как-то помогало малому бизнесу или простым людям? Какой-то пакет, может быть, выделяло? Потому что в США это было достаточно много, не знаю, насколько эффективно. А в России было очень много обид на то, что это почти не было помощи. Только там детям, то, что объявлял президент Путин. Вот как с этим справлялось китайское правительство? Я думаю, что главное отличие китайской помощи от российской, от американской, в том, прежде всего, что она была безошибочно сделана не по объемам, даже не по масштабам, а она направлялась туда, куда надо. Потому что я знаком с пакетами помощи, которые выделялись по разным штатам в США, потому что по штатам были разные. Там, скажем, посмотрите, насколько отличаются пакеты помощи очень близких друг к другу штатов, там, скажем, Нью-Йорк, штата Нью-Йорк и штата Огайо. Но и на самом деле в России тоже очень много выделялось. Вопрос в том, что она была, на мой взгляд, системно неправильно построена. В Китае как раз была гигантская опасность того, что малый бизнес, а я напомню, что в Китае в малом и среднем бизнесе задействовано 80% населения, и они дают 60% китайского ВВП. И вот именно по этому населению, собственно говоря, и был удар нанесен коронавирусом, и Китай – это единственная страна, где был сделан полный локдаун. В самом прямом смысле этого слова карантин, когда никто не выходил на улицы, я имею в виду в Ухань и в провинции, где находится Ухань, где закрылось все подчистую, где не работало ничего, где работали только специальные магазины, где работали добровольцы и так далее. То есть, это был удар по малому бизнесу, который наносился в течение трех месяцев. Потери, измеряясь, миллиардами. В том числе, кстати говоря, удар был не только по малому бизнесу, вот я имею в виду ресторанчики, как мы обычно понимаем, но, например, заводы, которые выпускали детали, сборочные детали, которые потом шли на сборку таких автомобилей, как Ниссан, Фольксваген, Ситроен, то есть, когда эти заводы были расположены в той же самой провинции. И огромная опасность была в том, что все это приведет к социальному взрыву, люди лишились денег. Что сделал Китай? Китай всегда поступает в критических ситуациях одинаково, то, как не делает, например, Россия. Почему одинаково? Потому что эти меры зарекомендовали себя эффективно. Во-первых, был резко сразу же по всему Китаю понижен НДС. Это, собственно говоря, вот этот налог с добавленной стоимостью ватт, который в США, и который в Китае в зависимости от товара измеряется в обычной ситуации от 6 до 13%. На детские товары меньше, естественно, на развлечения больше. Так вот, в Китае, по всему Китае он стал 3%, в России 20%, а в регионах пострадавших коронавируса от 0 до 1%. Во-вторых, были полностью, практически от 5 до 10 лет, предприятия освобождены от налога на прибыль. В-третьих, те налоги, которые предприятия платили в 2019 году, то есть до коронавируса, и вся социальные выплаты, которые платились, они были обратно возвращены этим же предприятиям. И было сказано, видите, кто не бегает от налогов, кто их платил, тот обратно получил помощь от государства. Кто работал в черную, те помощь не получают. Извините, вы сами виноваты. Дальше были выделены долгосрочные кредиты на 10-12 лет под очень низкие проценты, 2%, например, практически всем малым и средним предприятиям. И тем самым Китай увеличил количество ликвидности, так называемой массы М1, в китайской экономике. То есть, у людей действительно на руках оказалось не меньше денег, а больше. И поэтому, когда экономика стала восстанавливаться, промышленность подтянулась до этих денег. У людей в карманах есть деньги, у промышленности есть предложения, всякое самое разное. И сразу же рынок ожил, как только он открылся. Плюс к этому я уже не говорю о помощи старикам, пожилым. Там выделялись отдельные дополнительные социальные пакеты. Например, многие старики получали, пожилые люди, старше 65 лет, получали ежедневно бесплатное питание. Им приносили в специальных коробочках, в специальных контейнерах. Они бесконтактным образом их брали. То есть, их три месяца государство просто кормило за свой счет. То есть, в этом плане население как раз сказало государству скорее спасибо. И сказало, что опять-таки власти хорошо с нами поступили. И почему я не случайно сказал, что в результате коронавируса власть в Китае скорее укрепилась, чем потерялась. Потому, что каждый день телевидение показывало, как крупные чиновники, в том числе и сам Си Цзиньпин, Ли Катьсян, премьер-министра Китая. Они выходили вот в эти буквально зараженные районы, естественно, в масках. Были, картинка все время транслировала, что они обсуждают эти вопросы. То есть, было сразу понятно, что государство каждый день, ну, по крайней мере, как показывала пропаганда. А пропаганда в Китае работает хорошо. Что государство каждый день заботится о людях. И вот поэтому я думаю, что Китай не рухнул в социальном плане, а наоборот сейчас поднялся. И мы видим сейчас рост, например, китайской экономики. Давайте перейдем тогда к заклятым друзьям США и Китай. 45-й президент США Дональд Трамп, придя к власти, сделал своим внешнеполитическим приоритетом, назовем мягко, экономический спор, ну, можно и не мягко сказать, можно сказать, экономическая война с Китаем. И продвигал достаточно это успешно. Известно, что многие американские бизнеса вернулись домой. Где-то были поставлены какие-то припоны, то есть какое-то регулирование президент США ввел. Но, к сожалению, президент Дональд Трамп ушел, и на его место пришел Джозеф Байден. И тут же, как вы помните, на Аляске Китай заговорил совершенно другим языком. То есть, то, как китайский министр иностранных дел разговаривал с госсекретарем Блинкиным, я думаю, что они себе не позволяли точно так же разговаривать с достаточно жестким Трампом и вот с таким большим госсекретарем Майком Помпео. Как вы считаете, Китай почувствовал слабость в американском эстеблишменте, в американской политике? Я думаю, что дело совсем не в этом. Абсолютно правильно, что тональность разговоров Китая изменилась, и это, по сути дела, совпало. Именно совпало с президентством именно Джо Байдена и, соответственно, его команды. На самом деле Китай надеялся, что Трамп и политика Трампа в отношении Китая, такая негативная, наступательная и самая алармистская политика, это и временное явление. Трамп уйдет, уйдет эта политика и обратно все вернется на округи своя. Но оказалось, что ничего не вернулось, и Китай откровенно говорил, что, понимаете, в чем разница между американским президентом и китайским руководителем? В том, что американский президент всегда временный президент. Он может быть один срок в офисе, два срока в офисе, но он временный. И от президента может меняться политика в отношении Китая. Давайте потерпим, зачем нам портить отношения США, где Китай делает, в США Китай делает огромные прибыли. Но оказалось, что нет. Оказалось, что Байден продолжил эту линию, причем со значительно более грамотным подходом, потому что, это мы, может быть, обсудим, он перенес экономику, еще наступление не только в область экономики Китая, но и в область политики. В область борьбы за права человека и так далее. И Китай понял, что больше молчать нельзя. Потому что, во-первых, на Китай смотрят как минимум три пары глаз. Первая пара глаз – это, собственно, сам китайский народ, который точно так же говорит своему руководству. Мы что, слабаки? Посмотрите, как США нас оскорбляют. Почему молчим? Почему любимая фраза стала «давайте все решим за столом переговоров». Вы же, видите, с вами не хотят за столом переговоров решать. На вас, точнее, на нас наступают. Почему мы молчим? Это первое давление. Второе давление – это давление со стороны стран, которые стали как минимум первоначально дружелюбной Китаю. Это так называемый китайский макроэкономический регион. Китай вкладывает гигантские деньги, речь идет о почти 4 триллионах долларов, в так называемые страны пояса и пути. И вот эти страны, которые надеются на Китай, живут под зонтиком Китая, хотят тоже понимать, что они общаются не только с экономической державой, но и с военным образом сильной державой. И Китай молчит. Наконец, еще одна пара глаз, очень важная, которая наблюдает за Китаем, это глаза в США. Глаза американских аналитиков, которые говорят, ага, видите, вот мы пнули Китай с одной стороны, Китай промолчал, сейчас с другой стороны пнем. Мы заключили, навязали Китаю соглашение от января 2020 года, так называемое торговое соглашение. Китай подписал его и вне всяких конкурентной среды пообещал закупать в США в течение двух лет товаров на 200 миллиардов долларов, в том числе от продовольствия до энергоносителей. То есть, мы сумели это навязать, все-таки Китай оказывается не такой сильный, как нам казалось. И вот здесь, для того, чтобы понять, что по-настоящему произошло, я специально чуть-чуть откачусь назад, это важно для понимания. Дело в том, что, во-первых, надо учитывать два фактора в целом, которые обуславливают нынешнюю ситуацию в Китае. Первый фактор – это фактор национальной обиды. Это событие 19-го, начала 20-го века, когда Китай был, по сути дела, оккупирован иностранными державами. Среди них были, прежде всего, Великобритания, Россия, США, Испания, Германия и так далее. И у Китая были отобраны права на самостоятельное решение любых экономических вопросов. Китаю навязывали торговые соглашения, Китаю навязывали таможенные и пошлины, и Китай был вынужден соглашаться. Это было чудовищное унижение для всей китайской нации. И оно переживается до сих пор Китаем, приблизительно так же, как, например, символическим и очень важным является, там, в России современной, это символ Великой Отечественной войны. Ее нельзя ругать, им нельзя оскорблять. О самом себе событии нельзя думать в негативе. Точно так же, как события, например, очень важной Первой мировой войны для Великобритании, которая является тоже символом подвига и так далее. Пёрл Хармлбер для США. То есть, вещи, которые являются символически очень значимыми. И вот оказывается, что Китай опять пытается поставить на уровень вот этой унижаемой державы. Не случайно сейчас главный лозунг Китая, который является, по сути дела, калькой с американского лозунга, с древа, со старого американского лозунга, китайская мечта. Вот этот China Dream and American Dream – это не одно и то же. Потому что China Dream заключается в том, чтобы восстановить национальное достоинство Китая во всем мире. Это первое, что это нельзя задевать. США задели эту китайскую мечту. Второй фактор, еще более важный, на мой взгляд, с точки зрения экономики. На самом деле, рост современного Китая за последние 40 лет объясняется одним главным фактором. Китай очень грамотно и очень быстро сумел интегрироваться в экономическую мировую систему, которая когда-то была создана евроатлантическим блоком. Это, по сути дела, американская система. Это система, которая контролировалась и направлялась в США. Это долларовая система. Это всемирная торговая организация. Это система торговли, инфраструктуры, логистики. И Китай, наоборот, не стал с ней бороться. Он начал ей пользоваться очень активно. И он сделал основные деньги за счет взаимодействия с американскими компаниями. Именно американские компании впервые принесли в Китай передовые технологии за счет этого. Китай ежегодно, практически до 2017 года, вкладывал в США, вдумайтесь в эту цифру, от 40 до 47 миллиардов долларов ежегодно. Это китайские инвестиции. Причем, как он вкладывал? Когда США вкладывали в Китай, они вкладывали в создание новых предприятий. Вот эти Greenfields. А Китай вкладывал в уже существующие американские предприятия. Проще говоря, за счет слияния и поглощения Китай поглощал не только предприятия американские как таковые. Он принимал американские технологии, американские ноу-хау и использовал их. И в этом плане взлет Китая объясняется тем, что Китай был прекрасно интегрирован им в американскую систему. И вдруг начинается... И это все было хорошо, пока Китай выпускал просто какую-то продукцию в виде вещей, шмоток, дешевых машин, дешевой электроники. Это никого не волновало. И Китай рассматривался многими как мировая фабрика, которая всегда будет мировой фабрикой. Но внезапно оказалось, что Китай не хочет быть мировой фабрикой. Потому, что есть внутренние процессы и в том числе и рост себестоимости продукции. Поэтому Китай сказал, мы хотим иметь свое место под солнцем. И мы хотим иметь свое место под солнцем будущего. То есть, мы хотим выпускать будущую электронику. Мы хотим выпускать суперсовременные компьютеры. И мы вообще хотим играть ведущую роль в информационном пространстве мира. Мы хотим создавать свои облачные хранилища. Мы хотим использовать искусственный интеллект. И мы хотим экспортировать его. Вот это уже был замах на то пространство, которое всегда находилось под жестким контролем США. И в этот момент как раз, собственно, и совпадает он с правлением Трампа. И опять-таки, это совпадение было бы не Трампа, а какой-то другой президент. Хиллари Клинтон, например. Она вынуждена была бы поступать точно так же. То есть, начинать наступление на сдерживание Китая. И Китай этого не ожидал, на мой взгляд. Китай считал, что если им восхищались 40 лет подряд, будут восхищаться и дальше. И поэтому Китай не мог, как говорится, прийти в себя, когда Трамп со свойством ему такой экономической агрессивности начал давить на Китай. Ну, Китай сказал, хорошо, подождем. Но оказалось, что Байден продолжает ту же самую позицию. И поэтому Китай вынужден что делать? Он понимает, все, США перекрывают ему ряд рынков, не только американских, но, например, австралийские, новозеландские, конечно, европейские рынки. Поэтому Китай говорит, хорошо, все, это не получилось, эта модель не работает. Наш макроэкономический регион, который мы годами создавали, рушится. Что делать? Давайте создавать свою систему, свою модель, свою валюту. Вот отсюда же берется китайская кибервалюта. Давайте создавать свою торговую систему, свою инфраструктурную логистику. Отсюда же берется и пояс, и путь. Вот это One Belt, One Road, которым очень гордится Китай. И так далее. То есть, Китай под воздействием, под давлением США начинает создавать свою параллельную альтернативную вселенную. Вещь не безобидная, потому что это, по сути дела, создание новой системы. Как она будет работать? Насколько она будет успешно, устойчиво? Этого никто сейчас сказать не сможет. Алексей Александрович, мы сейчас уйдем на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Разговор очень интересный. Мы его продолжим. Итак, дорогие наши радиослушатели, зрители нашего YouTube-канала, мы возвращаемся в передачу «Политинформания» и снова бросаемся в Китайское море с нашим, я думаю, главным специалистом, китаеведом, доктором исторических наук, профессором, в РИО, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук с Алексеем Масовым. Алексей Александрович, вы с нами? Да, я с вами, я здесь. Алексей Александрович, давайте мы теперь придем на территорию самого большого соседа Китая. Самой большой страны в мире, это Российской Федерации. Помните, много лет назад, скорее всего, наши с вами родители знают, было такое выражение «Русский китаец – братья навек». Помните, да, такое выражение? Когда еще Мао Цзэдун обнимался со Сталиным и виделось это как большая дружба. Вам не кажется, что вот сегодняшняя такая дружба и такое отношение Китая – это такая как бы показная дружба, показное внимание? И вообще, как Китай относится к России, какое взаимодействие Китай и России сегодня? Вы знаете, вопрос на самом деле не такой простой, потому что, во-первых, когда говорят, что когда китайцы обнимаются, неважно, с русскими, или они точно так же обнимаются и с таджиками, киргизами, казахами, что они всего лишь заманивают. Нет, это неправда, Китай просто умеет дружить, и он прекрасно понимает, что для вас приятно. Китай очень грамотно умеет строить вот это, что называется, политический нарратив, то есть те фразы, которые вы хотите услышать. Вы хотите услышать от Китая, что вы являетесь не просто стратегическим партнером, но главным стратегическим партнером? Не проблема. Китай может произносить эти фразы по отношению к любой стране, куда приезжают руководители Китая. И поэтому каждый лидер часто говорит, о, вы знаете, мы на самом деле самые любимые, самые важные для Китая. Поэтому то, что говорят на таких вот саммитах, это на самом деле, это важно, конечно, но не это ключевая история. Ключевая история это о том, насколько совпадают, пускай на неком историческом отрезке, интересы в этом случае между Россией и Китаем. Во-первых, конечно, Китай, строго говоря, является постоянным и безусловным вызовом России. Вызовом не потому, что Китай что-то хочет, вот там многие говорят, Китай хочет захватить часть российской территории, оккупировать, это все бред, это все чепуха, дело совсем не в этом. Вызов именно в том, что китайская экономика настолько успешна и настолько агрессивна по своему развитию, что жить рядом с этой экономикой тяжело как России, так, например, и Вьетнаму, и Индонезии, потому что приходится все время находить новые, нестандартные точки соприкосновения. Поэтому это, вот, нахождение рядом с Китаем для России, например, потребовало осознания, как говорится, собственной идентичности. Потому что, хорошо, если Россия считает, что Запад это не то направление, в которое надо двигаться, окей, предположим, это так. Хорошо, но тогда что она соединяет с Китаем? Что есть, на самом деле, есть одна вещь, на мой взгляд, которая Россию объединяет с Китаем больше, чем экономика. Ну, сначала по экономике. Вот сейчас мы торгуем с Китаем на 107-108 миллиардов долларов ежегодно. Это товарооборот. Много ли ты, мало? На самом деле, это хороший товарооборот. Но Китай, несмотря на все попытки торпедировать торговлю между США и Китаем, в прошлом году он торговал с США больше, чем на 650, по-моему, миллиардов долларов. То есть, грубо говоря, в 6 раз больше, чем с России. И это со страной, с которой Китай не очень дружит, точнее, США не очень дружит с Китаем. То есть, есть у нас очень важный момент, разрыв между политическими интересами и экономическими интересами. Бизнес хочет работать с Китаем. И когда говорят, что очень много американцев бросило бизнес с Китаем и переместилось в другие сферы, это лишь часть правды. Потому что, например, по просу, так называемый, чемпио в коммерс, американский чемпио в коммерс в Пекине, то есть, те американцы, которые работают в Пекине, которые там живут, не только в Пекине, но вообще в Китае, оказалось, что 90, более 90% американских предпринимателей, они хотят остаться в Китае, несмотря на целый ряд, казалось бы, инициатив Трампа, очень таких разумных инициатив, по перемещению части бизнеса из Китая, например, в США или в другие страны. Нет, на самом деле Китай всегда начинает быстро предлагать какие-то свои интересы. Точно так же, если мы сравниваем торговлю между Китаем и Европой, ЕС, мы видим, что они торговали почти на 700 миллиардов долларов в прошлом году. Опять-таки, напомню, Россия на 107-108 миллиардов. То есть, оказывается, что, с одной стороны, мы лучшие друзья с Китаем, Россия и Китай, с другой стороны, торговля почему-то идет с теми странами, которые не являются большими друзьями Китая, по крайней мере, визуально. Поэтому у нас совпадение, скорее, политических интересов и политических амбиций. И Россия и Китай считают, что мир несправедлив к ним. Нас как бы взяли и пытаются снять с шахматной доски. Нас не допускают, правда, по-разному, к управлению мировыми процессами. И Китай и Россия обвиняют почти в одних и тех же грехах. Например, в нарушении прав человека, в регулировании государством экономики, то есть, в нерыночности экономики. Обвиняют, естественно, в авторитарийной власти, в непрозрачности экономики и так далее. И вот общая обида зачастую объединяет страны больше, чем общие интересы. Помимо этого, есть у России и у Китая еще одна очень важная вещь. Как ни странно, некие фундаментальные ценности, они нас роднят ближе к Китаю, чем, например, с США или вообще с Западом. Ну, например, что в России, что в Китае, особенно сейчас, пестуется всячески уважение к власти. Власть уважаема, потому что практически священна. Во-вторых, это, конечно, очень высокий уровень семейных ценностей. Более того, вот эти фундаментальные семейные ценности, практически постоянный возврат книг назад, например, борьба против, или, точнее, ментальное противостояние с однополым браком, однополым семьям и так далее. Это, по сути дела, во многом не то, что государство пытается транслировать. Это то, что есть в головах большинства населения, что России, что Китая. И так далее. То есть, есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, являются понятием дефенсивной культуры. То есть, культуры, которая защищается от внешнего воздействия. Это нас очень объединяет. Значит ли это, вот как многие спрашивают, что если бы не атака на Китай со стороны США, и, кстати говоря, атака США на Россию, значит ли это, что Россия и Китай бы сомкнулись так же сильно, как сейчас. На самом деле, на мой взгляд, все равно шло бы движение России к Китаю и Китая к России. Потому что у России и Китая колоссальные амбиции. Это некогда империи, которые существовали и существуют в своем имперском сознании. У Китая просто сегодня больше экономика, больше, естественно, рычагов влияния на мир. У России значительно меньше. Но вот эта фантомная боль империи, она остается. И в этом плане Россия не может быть частью другого мира. Она хочет строить свой мир. Она не может быть частью западного мира. Уже была эта попытка. И она была неудачна не столько с экономической, сколько именно с политической, с ментальной точки зрения. Но Россия точно так же не может быть частью китайского мира. Потому что Россия, несмотря на то, что Китай очень любит говорить, что Россия присоединилась к китайскому проекту «Пояс и путь», Россия не является частью китайского проекта «Пояс и путь». При этом, например, многие западные страны, Германия, Италия, Греция, они часть китайского проекта «Пояс и путь». Потому что здесь в данном случае бизнес первым идет, политические интересы во-вторых. Для России независимость, субъективная независимость не только экономики, но именно политики является, наверное, приоритетом. Особенно сегодня. И в этом плане Россия и Китай сумели сейчас, вот именно в настоящий момент, найти некий баланс политических и, главное, психологических интересов. Мы научились перешагивать через некоторые конъюнктурные соображения. Значит ли это, что совсем нет трения? Да их полным-полно, на самом деле. И трения, например, то, что и Россия, и Китай претендуют на одинаковую сферу влияния, например, в Центральной Азии, в Латинской Америке. Частично интерес сталкивается в Африке, во многих других странах. Но сейчас это не важно, потому что на это надо закрыть глаза, потому что есть более серьезные вещи. Или, например, есть ли какие-то недомолвки в торговле. Опять-таки их полным-полно. Напомню, что, например, сейчас Китай не пускает на китайские рынки российскую рыбную продукцию. Это очень важно для российского Дальнего Восока, потому что он живет за счет этого. И случайно, буквально на днях, например, мистер Мишустин вот сейчас непосредственно прибывает на Дальнем Востоке и приориентирует рыбные потоки из Дальнего Востока в центральную часть России, потому что надо как-то выживать вот этим вот предприятием. И Китай говорит, нет-нет, рыба может быть заражена коронавирусом, мы не будем ее покупать. Нанося колоссальный, на самом деле, ущерб малым предприятиям России. Ну и через это надо перешагнуть. Поэтому, на самом деле, Россия и Китай, грубо говоря, нашли друг друга. Многие говорят, вы знаете, это временный союз, может быть 10-15 лет, может быть 20. Но амбиции стран и лидеров стран настолько велики, что они, грубо говоря, задушат друг друга в объятиях. И потом пойдет, наоборот, на отторжение. На самом деле, мне кажется, просто в какой-то момент произойдет стабилизация. То есть, отношения будут двигаться еще выше. Но Россия и Китай, пока у них есть единая цель восстановления собственного достоинства, собственного места в мире. И самое главное, наверное, как мне кажется, переустройство, глобальное переустройство мира, где эти две стороны будут играть больше роль, нежели сейчас. Я думаю, до этой поры Китай и Россия будут идти очень тесно рядом. Поэтому, да, экономика, на мой взгляд, не догоняет политику. Но как раз политические амбиции у двух стран очень сильно совпадают сегодня. Алексей Александрович, правильно ли называть Россию младшим партнером Китая? Это очень больной вопрос для России, потому что когда-то, казалось бы, Россия и Китай, Советский Союз и Китай, Китай был младшим партнером, младшим братом, Советский Союз был старшим братом. Но и Китай, и Россия очень тщательно избегает вот этого определения. Потому что, на самом деле, значит ли это, что Россия идет на китайские условия? Потому что младший партнер тот, кто подчиняется основному держателю акций. Вот на самом деле, на мой взгляд, нет. Можно много критиковать российскую политику в отношении азиатского вектора, восточного вектора, но есть какие-то вещи, которые придется точно признать. Россия не очень зависит от Китая. Китай, как я уже сказал, вложил все накопленные инвестиции в Китай и в Россию. Измеряется, может быть, где-то 25-30, от силы 32 миллиарда долларов. Все накопленные инвестиции. В то время как накопленные инвестиции из Китая в США сотни миллиардов долларов. Из Китая в Европу сотни миллиардов долларов. Поэтому, как раз скорее, американские и британские, или голландские компании зависят от Китая больше, чем от России. Или, например, Китай, по сути дела, скупил часть европейских портов. Порт в Греции, Пирея, прилежит Китаю. Итальянские порты Триеста, Генуя, прилежат Китаю. Китайские компании практически распоряжаются и управляют такими портами, как Роттердам и Гамбург и так далее. То есть, Китай, китайская политика контролирует все перевозки по Средиземному морю. Вот Россия на это не пошла. И, кстати говоря, в этом плане есть критика. Многие говорят, собственно, почему бы нет? Если у России так нехорошо с экономикой, давайте возьмем деньги из Китая. Давайте вместе что-то сделаем. Но, как раз, на мой взгляд, есть сейчас такое рациональное решение. Давайте не идти целиком на китайские условия. В чем заинтересован Китай? Он заинтересован, прежде всего, в том, чтобы использовать Россию как действительно сырьевой плацдарм. Во-вторых, чтобы сбывать в Россию свою продукцию. Ну, и через Россию гнать товары по Транссибу в Европу. А в чем заинтересована Россия? Главный интерес России – это воссоздание своей суверенной промышленности, своих предприятий. В этом плане масса субъективных ошибок. Но, самое главное, Россия не идет на многие китайские предложения, потому что это, наоборот, ставит Россию в зависимое положение от Китая. Если, например, в США можно закачать сотни миллиардов китайских долларов, и Америка даже не поперхнется, потому что денежная масса американская больше, чем российская, то в России большое присутствие китайского капитала может, по сути дела, поставить под китайский контроль целые сектора промышленности. Поэтому Россия научилась, в общем, не идти на какие-то предложения, которые кажутся, на первый взгляд, очень вкусными, но, на самом деле, приводят к утрате вот этого суверенитета. Алексей Александрович, в отличие от США, у России нет договора об ограничении вооружений, стратегических вооружений, ракет средней и дальней... Ну, дальней... Дальности, да? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, да. А вы считаете, это проблема, или Россия как бы сквозь пальцы смотрит на все-таки очень мощную военную державу? Ну, во-первых, Россия очень тщательно и внимательно смотрит, как Китай развивается с военной точки зрения. Во-вторых, обратите внимание, что, несмотря на многие предсказания, Россия и Китай не заключили никакого военного союза. Я напомню, что на последнем Валдайском клубе, это было в октябре прошлого года, китайский коллега задает вопрос президенту Путину и говорит, возможен ли военный союз между Россией и Китаем. И Путин говорит очень интересную вещь, вот, собственно, почти дословный ответ, что возможно все. И в этот момент, наверное, полмира вздрогнуло военный союз между Россией и Китаем. Но, дальше он продолжает, что, в принципе, в этом нет сейчас никакой необходимости. То есть, Россия и Китай не идут на создание именно военного союза. Официальная формулировка следующая, что наши отношения между Россией и Китаем перешагнули через уровень военного союза. Это как бы старые формы, которые сегодня не нужны. Но, на мой взгляд, конечно, все хитрее, потому что ни Россия, ни Китай не хотят связывать себя военными обязательствами иносоюзническими. Когда надо, Россия и Китай практически ежегодно проводят военно-морские учения. Причем не только у берегов России и Китая, но и, например, в Средиземном море и даже в Аманском заливе. То есть, очень далеко от коренных территорий стран. Но дальше дело не идет. Потому что Россия и Китай оставляют себе свободу действия. Во-первых, Китай сам не хочет создавать никаких военных союзов, потому что Китай не позиционирует себя как военная держава. Он держава мирная. И не случайно ее все время хотят втянуть в конфликт. Но Китай говорит, нет, нет, мы этого не будем делать. А во-вторых, конечно, мы должны понимать, что неоднократно Россия, о том числе и Путин, пробрасывал такие идеи, что, например, мы готовы обеспечить Китаю систему обнаружения раннего упреждения, то есть, подлета ракет, то есть, по сути дела, система ПВО. Мы не знаем, насколько далеко зашло вот это сотрудничество. Но мы понимаем, что, с одной стороны, есть постоянные пробросы, предложения, что вот-вот мы готовы сотрудничать. Но, с другой стороны, стороны позиционно стоят друг напротив друга, не продвигаясь дальше. Я думаю, что самый главный вопрос – Китай, на самом деле, не хотел развивать вооружение. Потому что это отнимает много сил, Китай вообще по-другому устроен. Но как раз обвинение США, Китая в том, что Китай экономически силен, а в военном области слабак, вынудили Китай развивать свое вооружение. И сегодня Китай хвастается, например, тем, что его наводный флот по количеству кораблей больше, чем у США. И количество кораблей, стоящих на боевом дежурстве, больше, чем у США. В этом плане сравнивать, кто сильнее, кто слабее, почти бессмысленно. Но мы должны понимать, что технологически, на мой взгляд, сегодня в военных технологиях Россия заметно опережает Китай. А вот в имплементации этих технологий, в их применении, во внедрении Китай, конечно, действует значительно быстрее. Так что и Россия, и Китай нашли друг друга. Но я думаю, что здесь надо все-таки думать не о конвенциональных вооружениях, не о традиционных вооружениях, а все-таки о кибервойне и киберпространстве, о котором так сейчас много очень говорит и Китай, и Россия. Алексей Александрович, в конце передачи такой четкий вопрос. А хочет ли Китай быть первым? Или его все-таки устраивает ситуация теневого лидера второго, но не первого? И если он хочет быть первым, то когда это произойдет? Во-первых, по многим параметрам это уже произошло. Во-вторых, Китай вынужден быть первым. Это не его желание, не желание личности Цзиньцзиньпина. Это логическое развитие, историческое развитие, когда одни страны поднимаются, другие страны идут вниз. И, по сути дела, сейчас лишь вопрос в том, что даже если по каким-то причинам нынешнее развитие Китая на нынешнем историческом этапе будет заторможено, или, грубо говоря, торпедировано, что, собственно говоря, активно действует, пытается сделать, в том числе и США, Китай на какое-то время затормозится, потом придет в себя и опять пойдет вперед. И надо понимать, что сегодня Китай – это не просто держава, которая развивается вовне. Я напомню, что в Китае давным-давно есть повсеместные пенсии, welfare, есть кругом. Все получают пенсии, кто пенсионного возраста. В Китае огромная социалка, каждое предприятие платит по 40% социалки. Китай обеспечивает свое население, и поэтому дальнейшее развитие Китая может идти только вовне. Устойчивость Китая может быть только как международное развитие. Поэтому нравится нам или не нравится, Китай будет развиваться вовне. С Китаем надо договариваться, надо уметь работать. Воевать с ним сейчас бессмысленно, потому что любая война с Китаем, так же, как война с США, например, это удар не по США, а не по Китаю. Это удар по мировой экономической системе, то есть удар по миллиардам людей, которые пользуются плодами этой экономической системы. Надо учиться договариваться и разрабатывать новые модели развития. Старые не работают, новые не созданы. В этом сейчас большая проблема. Так что надо смотреть и договариваться с Китаем. Алексей Александрович, большое вам спасибо за этот разговор. Вопросов у меня было много, поэтому, надеюсь, мы продолжим наш разговор в будущем. И хотим пожелать вам удачи, всего самого лучшего и всего самого лучшего вашему институту. Спасибо большое, всем большой удачи и главное здоровья. Спасибо, всего хорошего. Спасибо.